Здравствуйте, друзья! Те, кто остался на канале после столь долгого моего отсутствия, действительно настоящие друзья. Учебный год был настолько трудным и изнурительным для меня, как для преподавателя, поэтому потребовалось время, чтобы отдохнуть, развеяться и с новыми силами вернуться к вам. Так я устроила себе полноценный отпуск. Канал веду удовольствие ради, и поэтому стараюсь делать что-то динамичное от души и новенькое для зрителей. Я запоминаю все ваши замечания и пожелания. В основном пишут, что музыку плохо подбираю, еще часто просят рассказать о своем образовании, о работе. Может, сделаю отдельное видео, об этом можно говорить очень долго. В общем, от души спасибо тем, кто еще со мной и тем, кто только недавно присоединился. Этот портрет написан за три сеанса по одному-полтора часа. Хотелось довести его до определенной стадии сделанности, чтобы он не был сыроватым или пересушенным, появился воздух, читался объем, и при этом цвет был свежим. Характер я добивалась в последний день, и казалось, что я переписала все, над чем работала днем ранее. Но это не так. Гуашь хороша своей вариабельностью. Как и в масле, форма лепится послойно, и все предыдущие наработки сохраняются, только если их не размывать водой. Освещение постоянно менялось, солнце то заходило, то выходило, рефлексы от неба были яркими, то потом просто исчезали вслед за солнцем. Но мне нравится такая каша. Заставляет дисциплинировать свой ум, заострить внимание на целом, а не гоняться за деталями и держать фокус на конкретном колорите. В целом, думать над тепло-холодностью и цветовыми отношениями. Часто просят показать краски, чтобы было видно, что с чем смешиваю. Я сама смотрю подобные видео других художников, но уследить за замесами просто нереально, да и незачем. Самое главное, видеть пятна цветовых отношений, ведь у каждого художника свой неповторимый колорит, найденный в тот момент, при том освещении и в том состоянии. По-моему, прелесть в том, чтобы самостоятельно прийти к собственному результату путем проб и ошибок. Так же, как и стилизация. Глупо копировать чей-то стиль, ведь человек пришел к такому путем долгих поисков и экспериментов. Это его приобретенный почерк. Можно копировать с целью анализа каких-то эффектов, но не выдавать за свое творчество. Мне так кажется, во всяком случае. Есть очень известный мемчик о революции творчества художников, таких как Дали, Пикассо. Туда же можно отнести практически всех мировых художников. Покажу на примере Химича. Сама открыла это замечательное имя совсем недавно. Художники пережили определенную трансформацию, нашли новые для себя материалы, подходы, поставили новые задачи выразительности, при этом овладев реалистичной манерой письма. Но опять-таки, смотря для чего. Я знаю многих художников, которые никогда не владели академическими навыками, но при этом они замечательно стилизуют свои иллюстрации, так виртуозно, что маститым ребятам и в голову не придет так закрутить персонажей или композиции. Думаю, пока ребята учатся традишки, нельзя упускать возможность что-то посочинять свое, основываясь на увиденном. Менять колориты, формы, сюжеты придумывать, иначе можно просто заржаветь. Композиция – это, по сути, финальная точка, к которой мы все стремимся. Но в этом портрете я оставила две задачи – цвет и характер. Цвет постоянно менялся. То было боковое освещение, то контражур, то падали лучи на голову, то нет. Перед работой всегда нужно насматриваться работами хороших художников, чье творчество вдохновляет. Я так засматривалась Николасом Ульбрихом и, к примеру, да и просто сохраняю себе в Инстаграм все, что нравится. Сиджей Капп предлагает классных художников, там периодически обогащаюсь. Еще книжных иллюстраторов поглядываю. Вообще, моя голубая мечта – когда-нибудь переметнуться в книжную иллюстрацию. Уж очень я люблю живопись, но за годы работы с детьми раскрыла в себе сочинителем. Постоянно предлагаю разные вариации композиций. А почему бы и самой не начать это придумывать и применять в своих работах? Сейчас я параллельно работаю над серией «Ксинбаду мореходу». Этим летом посчастливилась попасть на двухнедельный пленэр и как раз разрисовалась там. Почистила немного палитру, нагулялась на свежем воздухе и насмотрелась на живую природу. И теперь с новыми силами принялась за то, что люблю. Боже, снова получается не познавательное видео, а какие-то басни из жизни. Так вот, по поводу классных художников. Недавно нашла такого Щербакова Алексея, вот с мужа Александра и Антона Ломаева. Это из недавних открытий. Я всегда стараюсь подчеркнуть для себя что-то полезное в чужих работах. Как решен свет, как подчеркнута форма, а как она списана или обобщена, или вовсе стилизована. И потом такая наполненная сажусь за свою работу, и где-то в голове это все откликается. Пока я писала этот портрет, у меня перед глазами почему-то мелькал автопортрет моего бывшего нагруппника Кирилла. Кирилл, привет! Вот когда-то я увидела его в инстаграме, и хоть убей, не выходит из головы. В общем, насмотренность всегда решает. Первым делом я всегда намечаю силуэт портретируемого нейтральным цветом. Сперва нужно найти интересный ракурс. То ли это будет анфас, три четверти или профиль. В ракурсе снизу или сверху. Сами решайте, как смотрится выигрышней. В данном случае мне понравился анфас с легким поворотом влево. То есть правая часть чуть более развернута. Из-за того, что я писала три сеанса, ракурс постоянно немного менялся. Настроение перед третом тоже менялось, и сам колорит немного смещался то в теплую гамму, то в более холодную. Почему я постоянно советую не зацикливаться на мелких деталях типа глаз, рта и носа? Чтобы вы уловили общий характер формы. Как раз-таки силуэт передает общий характер формы. А уже ему подчиняются остальное. Постоянно движемся от целого к частному. Главное это отношение ширины головы к ее высоте. И только в этом большом начинайте искать пропорции носа, лба и рта, линий волос и так далее. Если присмотреться к греческим головам, то там все три отношения равны. Такой был канон идеальных пропорций. В реальности же все мы абсолютно разные благодаря этим самым пропорциям. У кого-то нос длиннее подбородка или лоб больше носа. Это и есть пропорции. Конечно, встречаются и три одинаковых отношения, как в данном случае. Изначально закладываются пятнами большие цветовые и тоновые отношения. Помним о тепло-холодности, светотени. Как правило, после первой прописки характер формы сбивается. Поэтому нужно постепенно их перепроверять и сверять с натурой. Иначе в конце получится совершенно другой человек. Я знаю, что есть много видео, как портрет начинает с глаза или рта. И так постепенно доводят до гиперреализма. И порой попадаются очень классные портреты. Но это редкий глазомер или хорошо натренированный. К тому же супернаблюдательный ум. Но на мой взгляд, это не творческий подход. Нет отбора. Нет своего особого колорита. Просто соревнования с фоткой. Хотя многие от этого просто тащатся. И это имеет место быть. Зачастую, если следовать такому подходу, получается криво, косо, особенно у новичков. Самый удобный способ именно такой. От большой формы к деталям. В скульптуре точно так же. От большой формы идут. И только найдя общие, начинают вводить характерные детали. Не имея набранной формы головы, в глазницы не подберешься. Когда писала этот портрет, чувствовала, что очень увлекаясь цветом и теряя характер. Постоянно переменяла, перемиряла и перепроверяла черты, когда садилась за работу. Пока глаз не замылен, он улавливает форму лучше. На все про все у вас есть примерно полчаса, чтобы исправить. Во время работы несколько раз меняла фон. Это тоже повлияло на цвет в целом. Ведь окружение формирует колорит изображаемого. Мы портрет пишем через фон. Звучит, может быть, абсурдно, но и облонская Татьяна говорила своим ученикам, что щеку на трущицу нужно писать, смотря на драпировку за этой щекой, а не на саму щеку. Тогда точно увидите цвет. Светлая драпировка обобщила фигуру и силуэт, и тем самым создала ощущение цельности. В общем, путем пробы и ошибок можно прийти к конечному, более гармоничному варианту. Для неподготовленного зрителя такая живопись может показаться дикой. Типа, что за синие пятна на лбу, и почему такая красная щека? Но это и есть пленэр, главная задача которого – в передаче среды и освещения. Рефлексы есть повсюду. Но наше зашоренное сознание не принимает это до тех пор, пока кто-то не обратит ваше внимание на данный закон воздушной перспективы. Поэтому присматривайтесь к макушке человека, с которым стоите на улице. Верхняя часть его волос наверняка примет рефлексы от неба. Или голые плечи, или белая футболка, или скулы. Потому над импрессионистами и смеялись, потому что такие чистые рефлексы и живая игра света выглядели дико после академической ограниченной палитры. Чтобы понять это, лучше посмотрите Коровина, Ренуара, Мане, Дега, Писаро, Сеслея, Берту Моризо. Меня очень впечатлила работа продавщицы цветов «Мурашка». Опять-таки, повторюсь, освещение постоянно меняется. И я много раз перекрашивала уже взятые отношения. Но ничего страшного. Гуашь позволяет наслаивать краску на протяжении ни одного сеанса. Да, она немного жухнет, но для пущего эффекта нужно всего лишь, чтобы слой хорошенько высох. Тогда можно перекрыть практически все, что угодно. У меня краски из дешевого сегмента, но я удивлена их качеству и тому, как приятно работать с ними. Ничего нового пока пробовать не хочется. Рядом с работой я прикрепила палитру и специально добавила кадр в кадр краски. Часто меня обвиняют в том, что непонятно, какие цвета я там замешиваю. Так вот, на мой взгляд, замесом нельзя научиться. Нельзя сказать, какие пять цветов смешать, чтобы получить оттенок кожи или губ. Ведь всегда решает освещение и многие другие факторы. Когда замешиваю цвет, я пристально смотрю на натуру. Будь то ваза, цветы или человек и думаю о нем, как о большом пятне. Это пятно находится в определенном окружении. Значит, в локальное пятно будут постепенно подмешиваться оттенки извне. Так предмет будет вписан в окружение. Так можно передать воздух и объем на плоском листе бумаги. Если чувствуете, что портрет неудачный и пора его смять и выкинуть, не поддавайтесь этому соблазну. Ведь на то он и промежуточный вариант. После каждого сеанса нужно подумать, что хорошо, а что плохо в работе. Если не доводить работу до хорошей стадии, законченности, то никогда ничему не научитесь. Планшет с этой работой стоял в коридоре и попадался мне на глаза много раз за день. Каждый раз, когда я проходила мимо него, таким образом я постоянно задумывалась над тем, чтобы поправить, чтобы стало лучше. Вот и все. Если вам нужно 5 сеансов, попросите, чтобы вам посидели 5 сеансов. 10 значит 10. Надо поправить характер, воспользуйтесь фоткой на гороняк, но добивайте работу. Вам это даст преимущество в следующий раз. Так раз за разом будет что-то получаться. Провалы также не исключены, но это не повод сдаваться. Превозмогайте себя, если вам действительно это нужно. Спортсмены ведь должны тренироваться, чтобы добиться результатов. Музыканты тоже должны постоянно тренироваться. У художников все то же самое. Не будет тренировки, не будет результатов. Цвет это хорошо, но супер важно держать в голове конструкцию. Изначальный рисунок, где были переломы форм. Иначе будет плоско, а голова-то все-таки объемная. Вспомните ту же обрубовку. В данном портрете глаза усажены в губь, и главный бличок получает все-таки нос. Знаете почему? Потому что он самый выпирающий из всех частей лица, и свет так падает. Если сделать блик на скулах и не делать на носу, то скулы вылезут вперед, а это физически некорректно. Второй сеанс был самым неудачным, на мой взгляд. То ли не настроилась я в тот день, но благо на третий раз я все обобщила и переписала снова. На третий день акцент сделан на характере, поэтому изменен угол камеры. Попробуйте делать небольшие упражнения на цвет. Один-два предмета пишите на разных фонах. Используйте маленькие форматы, а пятый, к примеру, и тратьте на это не более часа. Главное, откиньте все страхи. Просто интуитивно замешивайте то, что вы видите в натуре. Избавьтесь от заученных цветов. Добавляйте черный, если надо. Смешивайте даже, если кажется, цвет грязный. На палитре, может, он ужасно смотрится, но в этюде он может быть уместным, точным и по цвету, и по тону. За тоном, кстати, тоже нужно следить. Я заметила, что рассказываю детям на уроке о том осём. Ну, как бы они кивают с умным выражением лица, а потом спрашиваю, что такое тон. И они не могут мне объяснить. У каждого цвета есть свой тон. И это можно менять. Цвет может становиться светлее или темнее. Если сделать фото черно-белым, сразу можно разложить по тону все пятна. Так вот, в работе нужно соблюсти эти соотношения, чтобы передний план не полез вперёд. Точнее, чтобы задний план не полез вперёд. Или чтобы соседние предметы не сливались, ведь между ними наверняка есть какая-то разница. Так и в данной работе тон заднего плана светлее тона портретируемого. Летом, конечно, здорово писать. Кажется, эта пора самая подходящая для того, чтобы похулиганить с цветом, дать себе полную свободу в достижении выразительности и настроения. Ещё очень помогает просмотр чужих работ. В целом, все портреты очень мягко написаны, нет резких рубленных форм. Всё зачастую списано. Даже губы, если рассмотреть, это очень сближенный цвет к коже, без чётких краевых очертаний и суперконтрастов. Те же глазницы настолько глубоко бывают посажены, что не надо биться над яркими белками или радужкой. Если расфокусировано посмотреть, они довольно усажены вглубь и приближены по цвету к коже. В общем, наблюдайте за натурой. Вы всё это увидите, если постоянно будете сравнивать одно с другим. Я помню, во время учёбы неплохо давались односеансные этюды портретов, хотя некоторые ребята в группе справлялись отлично и за один час. Но когда я писала дома, за несколько сеансов получалось нормально. Я не знаю, от чего это зависит, может, даже от концентрации внимания и вовлечённости в процесс. Мы много болтали в аудитории, может быть, я отвлекалась. Поэтому во время работы нужно молчать, хотя есть люди, которые отлично справляются одновременно со всеми задачами. Помню, когда только училась писать портреты, папы получались намного лучше, чем мамины. Конечно, мужчины чуть грубее, их характер легче словить, а у женщин более мелкие черты, хотя и не у всех. Но тем не менее, в очередной раз, когда я писала маму, начала понимать, что получается полная ерунда, а мы с ней непроизвольно всегда начинали лякать. Я разнервничалась, раскричалась, и остаток работы прошли в тишине. По итогу я думала над тем, что делаю, и нормально закончила портрет. С папой всё нормально, он всегда сидел молча и смотрел телек. Так что, если вы заметили за собой такую закономерность, то делайте что-то с этим. В процессе работы с гуашью открыла для себя серую краску. Это просто вау! Она усложняет чистые цвета, и иногда она просто необходима. Хотя советуют ограничивать палитру. Дополнительные сложные цвета очень здорово помогают с колоритом. К примеру, у меня быстрее белил и охе заканчивалась серая, небесно-голубая и салатовая. Все эти цвета я сама замешиваю. Это очень здорово экономит время. В масле легко раздобыть разные неаполитанские, разбеленные, голубые, бирюзовые. А в гуаше я видела такие только у Уинстон и Ньютон, а также у Химми в дополнительной упаковке. Я помню, первый раз, когда открыла свойства гуаши, один ученик сильно хотел нарисовать табун лошадей. Нашел референс с табунами и отдельный красивый горный пейзаж. Помню, подсела к нему что-то поправить, и тут меня затянуло. Я не могла поверить своим глазам, что гуашью можно такое сделать. Процесс очень сильно напоминал мне работу с маслом. Потом начала находить классных мастеров гуаши, а именно Томми Кима, Лена Рива, Николас Ульрих иногда тоже пишет гуаши. И это просто вау, ребята. Вы, конечно, можете сказать, зачем учить человека и просить его позировать, когда можно классно срисовать с фотки. Да, фотографии можно и нужно пользоваться, но все-таки советую учиться изучать сперва натуру, а потом примененные знания использовать в референсах, потому что фото чуть ограниченнее по сравнению с восприятием глаз. Рефлексы и игра света намного ярче, чем это передает фото. Во время работы с фото следует утрировать эти эффекты, чтобы они хотя бы приблизительно напоминали то, что было в натуре. Я никогда не была против фото, но все-таки стоит комбинировать что-то с натурой, что-то с фото. Особенно, если собираете типажи для многофигурной композиции. Конечно, нужно их где-то брать, и не всегда есть такие люди в окружении. Надеюсь, что это видео было вам полезным и чуточку приблизило вас к цели. До новых встреч и подписывайтесь на канал!